Вести Карачаева, Черкесия Руководитель Республики Рашид Темрезов Рашид Темрезов Рашид Темрезов По словам Рашида Бориспевича, дополнительно закупаются вещи, ориентируясь на мнения военнослужащих, которые уже проходили службу в зоне специальной военной операции и имеют опыт. Мобилизованные россияне смогут не платить кредиты во время несения службы. Такой законопроект приняла Госдума в первом чтении. Кредитные каникулы касаются самих мобилизованных, а также тех, кто находится у них на иждивении. Военнослужащие могут обратиться к кредитору о прекращении выполнения своих обязательств или уменьшении размера платежей на срок, не превышающий период военной службы. Сделать это можно будет в любой момент в течение действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года и только если ранее по кредиту уже не предоставляли отсрочку. Кроме того, в законопроекте говорится о полном или частичном прекращении обязательств по кредиту в случае гибели мобилизованного. Депутат Народного собрания Карачао Чикесии 4 и 5 созывов, член фракции партии «Единая Россия» Марат Кумуков с июля этого года находится в зоне проведения специальной военной операции. В составе 11-го добровольческого отряда «Барс» он доблестно представляет свою малую родину. Как патриот и многодетный отец, который чувствует свою ответственность за то, какое будущее ждет подрастающее поколение, наш земляк посчитал себя не вправе оставаться сторонним наблюдателем. В спецоперации по защите страны и мирных жителей Донбасса он проявил себя лучшим образом и в результате представлен к награде «Орден мужества за отвагу и героизм». В составе штурмовой группы он уничтожил пулеметный расчет противника и обеспечил проход группы вперед. Марат также выявил позицию диверсионно-разведывательной группы противника, которая в результате была уничтожена. В наградных документах командование представляет Марата Кумукова как храброго и инициативного бойца, способного точно оценивать обстановку и быстро ориентироваться в условиях меняющихся обстоятельств. Отмечается, что среди сослуживцев он пользуется заслуженным авторитетом и уважением. Премьер-министр Республики Мурат Аргунов провел заседание правительства Карачао-Чрекеси, на котором рассмотрено около трех десятков вопросов. В первую очередь участники мероприятия одобрили внесение изменений в региональный закон об утверждении критериев, которыми должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты для размещения и реализации которых допускается предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов. Поддержали и проект постановления правительства об определении уполномоченного органа по назначению социальных выплат и по обеспечению организации вриема граждан ДНР и ЛНР, а также Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим свои территории. Кроме того, одобрили внесение изменений в республиканский закон о мерах социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в которой один или оба родителя являются инвалидами. Более 12 тысяч новых рабочих мест планируется создать в рамках реализации модели экономического развития Карачаева-Чикесии. Об этом сообщили на совещании по вопросам реализации инвестиционных проектов. Напомним, в модели экономического развития республики включены пять прорывных проектов. Это развитие зеленой генерации, развитие интенсивного садоводства и строительство оптово-распределительных центров, развитие туристко-рекреационных кластеров Тиберда, Дамбай и Архиз, а также строительство горно-обогатительного комбината. В рамках реализации модели до 2030 года запланировано создание более 12 тысяч новых рабочих мест и увеличение объема налоговых отчислений в бюджетную систему страны до 12 миллиардов рублей. На совещании министр экономического развития Карачаев-Чикесии Алина Кохов доложил о ходе реализации данных проектов. Так, в рамках прорывного проекта развития зеленой генерации реализуются четыре инвестиционных проекта в области гидрогенерации общей мощностью 80 мегаватт. В текущем году, 22 декабря, в День энергетика, планируется ввод в эксплуатацию двух станций красногорских малых ГС-1 и ГС-2. В свою очередь, в рамках проекта развития интенсивного садоводства и строительства оптово-распределительных центров проводятся работы по закладке садов интенсивного типа общей площадью 500 гектаров. На сегодняшний день работы по закладке садов практически завершены. А в части развития курортов, то будет построено 4 новых канатных дорог общей протяженностью 7 км, горнолыжные трассы общей протяженностью 30 км, а номерной фонд в Тиберде и Донбай увеличится на 3000 койко-мест, то есть это 25 гостиниц, что позволит туристический поток к 2030 году довести до 2,2 млн туристов в год. Ну и последний проект строительства горнообогатительного комбината предполагает освоение медно-колчеданого месторождения мощностью около 32 млн тонн. Депутаты 6-го созыва городской думы Черкеска провели второе в новом составе заседание после недавних муниципальных выборов. Главным вопросом депутатской встречи стало избрание нового председателя думы. По единогласному решению всех присутствующих на заседании на эту должность был избран Валерий Дедук. Избранный глава Черкеска призвал депутатов с большой отдачей работать на благо республиканской столицы и приумножить достижения депутатского корпуса. Благодарю вас за оказанное мне доверие. Обязательно приложу все усилия, чтобы оправдать его. Прежде всего отмечу, что вступив на такую ответственную должность все свои силы и знания направлю на заботу о благополучии граждан в дальнейшее развитие благоустройства родного города. Республиканский бюджет выраженную социальную направленность исполнение расходов по социально ориентированным отраслям в общем объеме расходов составило 62,2%. В республике продолжается прием заявок на конкурс «Лучший социальный проект года». Принять в нем участие и подать свою заявку необходимо до конца октября текущего года, рассказывает руководитель Центра инноваций социальной сферы Джамиля Карасова. Он реализуется с 2015 года в каждом субъекте Российской Федерации. Сейчас проходит региональный этап и с 12 сентября до конца октября мы принимаем заявки на этот конкурс. Конкурс пройдет по следующим номинациям. Это поддержка и реабилитация людей с ограниченными возможностями, это здоровый образ жизни людей, спорта, доп. образования, воспитания детей, это социальное обслуживание, это и сфера социального туризма, культурно-просветительская деятельность и обеспечение людей социально уязвимых слоев населения. Победители регионального этапа получат ценные призы и дипломы, а также будут рекомендованы и участниками станции федерального этапа всероссийского конкурса. Заявку можно разместить на сайте «Лучший социальный проект года» или же обратиться в центр «Мой бизнес», а именно в центр «Инновации социальной сферы» по адресу Ленина, 53. Объем производства сельскохозяйственной продукции в Карачаево-Чекесии с 2012 года вырос более чем в два раза до 38 миллионов 900 тысяч рублей. Увеличение производства происходит как за счет роста продуктивности животных, так и за счет роста урожайности. Доля региона в общероссийской стоимости всей произведенной сельскохозяйственной продукции находится на уровне 0,5%. В прошлом году аграриями республики произведено продукции почти на 39 миллионов рублей. Это на более чем 7 миллионов рублей больше показателей позапрошлого года. Экспортировано товаров на сумму порядка 2 миллионов долларов. По данным Минсельхоза Карачаево-Чекесии, за последние 10 лет объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил более 360 миллионов рублей. Реализовано 11 крупных инвестиционных проектов. Витаминами на зиму республика обеспечена. Отечественный агропромышленный комплекс республики за последние годы добился значительных результатов в импортозамещении. В Карачаево-Чекесии успешно развиваются фруктовые сады интенсивного типа. Сейчас в садах полным ходом идет сбор урожая. Комментирует заместитель генерального директора сады Карачаево-Чекесии Эдуард Байчоров. Сам процесс сбора урожая – это пиковая точка ответственности, потому что были подготовительные работы, а сейчас мы уже выдаем результат. Поэтому мы еще в процессе сбора, рано говорить и говорить «хоп, пока не перепрыгнул». Сейчас мы завершим этот процесс и будем подбивать результаты, уже смотреть. Должен сказать, что у людей есть настрой, люди с позитивом собирают, и это радует. В Черкесске в рамках проекта «Росмолодежь-бизнес» прошла встреча клуба молодых предпринимателей. На площадке опытные бизнесмены делились с молодежью из Карачаево-Чекесии своими профессиональными навыками, рассказывали о современных методах ведения бизнеса. Информацию комментирует заместитель министра по делам молодежи Расул Найманов. Создание такого клуба предпринимателей позволит им не только, с одной стороны, показать другим молодым людям, что такого рода деятельность мало того, что работает, так еще и успешно. И стало быть, кто-то из ребят, кто может быть сомневается, может задуматься над тем, а может и мне попробовать. С другой стороны, клуб – это про то, как ребята, объединившись, могут друг друга поддерживать, как они могут делиться своим опытом, как они могут взаимодействовать, достигать какие-то запланированные для них цели. Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора выявлен незаконный скотомогильник на территории Хабецкого района. Кости и трупы крупного рогатого скота незаконно вывозили на сельскохозяйственные земли недалеко от аула Хабец. Тему продолжит государственный инспектор управления Екатерина Тутыхина. Государственными инспекторами управления Россельхознадзора проведен выезд на участок сельхозназначения, расположенный неподалеку от аула Хабец. Установлено, что на территории земельного участка незаконно размещали кости крупного и мелкого рогатого скота и трупы животных. Подобный факт говорит о нарушении приказа Минсельхоза Российской Федерации об утверждении ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов. Управлением Россельхознадзора ООО «Халяль» вынесено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и предложено утилизировать биологические отходы, находящиеся на территории в соответствии с требованиями законодательства. Реконструкция государственной филармонии уже на финишной прямой. По словам директора учреждения Рамазана Барокова, работы по покраске фасада здания близятся к концу. Ремонт филармонии начали в начале этого года. Мы смотрели более десяти вариантов фасадного покрашивания, посмотрели и спрашивали и у людей тоже. Вот этот цвет является тем толчком для музыкального настроения, для настроения любого жителя или посетителя нашего учреждения. Огромный труд вложен, потому что каждая деталь, каждый рисунок отшлифовывался, реставрировался, чтобы на сегодняшний день сохранить и увидеть вот эту красоту, должен чувствовать каждый зритель. В Республиканской государственной филармонии проходит Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Баталпашинские чтения-2022». Комментирует священник Никольского собора Черкеска, отец Александр Гурин. В этом году чтения посвящены следующим юбилеям. Это 100-летие Карачао-Черкесской республики, 100-летие подвига новомучеников и исповедника Церкви Русской при изятии церковных ценностей, 190-летие образования Кавказского линейного войска и 130-летие образования 6-го Пластомского батальона. В связи с этим в конференции примут участие ведущие специалисты из разных городов России – Ставрополя, Краснодара, Пятигорска, Волгограда, Оренбурга, Ростова-на-Дону и других городов. 5 октября в Черкесске пройдет семинар совещания «Кавказское гостеприимство. Технологии внедрения стандартов в гостиницах и санаторно-курортных организациях». Организатор мероприятия – Региональное министерство туризма и курортов совместно с «Космос Хотел Групп» и Торгово-промышленной палатой Республики. Для участия в мероприятии приглашаются ательеры Карачаева Черкесии. Отметим, «Космос Хотел Групп» появляется частью крупнейшей инвестиционной корпорации России, акционерной финансовой корпорации «Система», которая владеет и управляет портфелем из более чем 20 гостиниц с общим номерным фондом 5000 номеров. «Космос Хотел Групп» показывает широкий спектр гостиничных услуг от проектного консалтинга и подготовки гостиниц к открытию до оптимизации издержек и увеличения капитализации активов. 21 октября в Карачаево-Черкесии пройдет всероссийская акция «Сохраним лес», в рамках которой будет высажено 7000 саженцев клена, бука, дуба, березы и ясеня на площади более 10 гектаров. Мероприятия пройдут на территории ряда муниципалитетов. Желающие принять участие в масштабной акции могут зайти на официальный сайт сохранимлес.рф, где размещена карта с информацией о локациях и подать заявку на участие. В ней примут участие лесничество, муниципальное образование республики, представители органов власти, волонтерские и общественные объединения. «Сохраним лес» – это ежегодная всероссийская акция по восстановлению лесов. Впервые ее провели в 2019 году. За три года участники высадили более 150 миллионов деревьев. Экологическая инициатива стала главным лесным проектом в России. Акция реализуется в рамках федерального проекта сохранения лесов, национального проекта «Экология». В рамках ежегодной акции за 4 года в Карачаево-Черкесии было высажено более 10 тысяч саженцев в различных пород деревьев. Ну и последняя информация. Фестиваль воздушных шаров, который планировалось провести в октябре текущего года на республиканском ипподроме, решили отменить. Ранее в регионе и субъектах Северокавказского федерального округа отменили ряд подобных мероприятий в знак солидарности с участниками специальной военной операции и жителями освобожденных территорий. Напомним, Всероссийский фестиваль воздушных шаров 100 лет на высоте, приуроченный к столетию государственности Карачаево-Черкесии, должен был пройти 15 и 16 октября. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла, в горах местами плюс 13-18, в Черкесии кратковременный дождь, днем гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду, столбик термометра поднимется до 25 градусов выше нуля. Таковы некоторые события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Как не стать жертвой мошенников? Вам прислали ММС или ссылку с неизвестного номера. Не открывайте вложенные файлы, не переходите по ссылкам, удалите подозрительное сообщение. Не устанавливайте приложение из непроверенных источников. Пользуйтесь антивирусным программным обеспечением. Подключите бесплатную услугу StopContent. Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok